Демократы в панике из-за проблем Байдена. Его умственные способности все последние годы вызывали вопросы. Но за одну неделю Байден превзошел сам себя, перепутав Макрона с умершим Миттераном, Шольца с Колем, президента Мексики Лопеса Абрадора с лидером Египта Аль-Сиси. Аппаратчики Демпартии вновь стали сливать в прессу отчаянные планы заменить Байдена сразу после Праймерис на партийном съезде в августе. Опять фигурируют две фамилии потенциальных сменщиков – губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмэр. В последних опросах только 14% американцев уверены, что Байдену хватает сил выполнять функции президента США. Две трети американцев не хотели бы его выдвижения на второй срок. Большинство видят именно Трампа, способным исполнять роль президента, но никак не Байдена. Преступность из-за нелегалов переживает настоящий гуманитарный кризис. В Нью-Йорке, Калифорнии, Далласе, Чикаго и даже Майами активизировалась венесуэльская мафия, которая буквально свирепствует и грабит среди белого дня. Многие из них – профессиональные боевики. Теперь они релацировали США, но занимаются тем же. Подлил масло в агонии отчет спецпрокурора Роберта Хура. Тот прямо заявил, что Байдена колоссальные проблемы с памятью. Он даже забыл подробности смерти своего старшего сына Бо. Или детали своей «успешной» политики в Афганистане с бегством США. Возможно, Байден ничего уже не помнит и о происходящем в Украине. Не зря он ее постоянно путает с Ираком. Толкать полуживого Байдена на выбор – это буквально издевательство над его деменцией. Но менять его сейчас уже поздно. Праймерис в самом разгаре. И любой другой кандидат просто не будет иметь никакой легитимности без поддержки на Праймерис. Поэтому Байдена и тащат на второй срок. Надеясь, что он хоть каким-то чудом, не приходя в сознание, переизберется. И готовят фальсификации, хотя шансов на это все меньше с каждой неделей.